Громогласное, торжественное слово «победа» сегодня раздается по всей стране. 73 года назад немецкие войска, запустившие механизм фашистской машины, пали под натиском духа и стойкости солдат Красной Армии. Сегодня они – ветераны, хранители исторической памяти о войне. В очередной раз, надевая парадный китель, сияющий от большого количества медалей на груди, каждый из этих седоволосых мудрецов-воинов в душе становится хотя бы на несколько десятков лет моложе. Ветераны вспоминают тот долгожданный момент, когда война завершилась, когда история мирной жизни каждого из них только начиналась. Это же была война, были же на фронте, были все 4 года, 4 месяца я была. А потом День Победы, ну как это, это же радость такая была. Победа, что бы ни говорили, все равно победа за советским народом. Мы общая были тогда, семья, не делили ничего и добились. И во время, когда победу объявили, все целовались, знакомые, незнакомые, на улице целовались, плакали, кричали «Ура!». Это торжество было. Дай Боже, что мирное небо и спокойная жизнь. Традиции празднования 9 мая с каждым годом объединяют все большее количество людей. Торжественная колонна шествующих в этом году растянулась на несколько сотен метров. Во главе действия нынешние защитники Беларуси, правоприемники славных традиций воинов-освободителей. Далее ветераны, представители вертикали власти, молодежных объединений, трудовые коллективы города, участники международного проекта «Бессмертный полк». Каждый из тех, кто пришел 9 мая в крепость, верен памяти поколений. День Победы вообще для молодежи – это очень большой праздник. И сегодня мы собрались в очень большую колонну для того, чтобы выразить весь посчет и благодарность людям, которые воевали за нас и за то, что мы сейчас вообще вот можем просто насладиться этим днем. Но это правда, это очень важно. Очень важный праздник для нашей семьи. Мы его все обожаем. Печально только, что жизнь распорядилась так, что одна сестра живет у меня в Херсоне, вторая в Торжке. Жизнь нас разбросала, а мы вот живем здесь, в нашем родном городе и праздную в нашей Брестской крепости. К подножию вечного огня легли цветы от благодарных потомков, от тех, кто сегодня строит современное белорусское государство, в котором забота о героях Великой Отечественной войны обозначена особой графой. Это еще один шанс отблагодарить ветеранов за мирное небо, за ту уникальную возможность самостоятельно определять политический и экономический курс для своей страны. Мы сегодня отмечаем 73 года, когда окончилась война, а этим людям всем далеко за 80. Поэтому они требуют в постоянном уходе это или социальная защита, или медицинские учреждения, дома отдыха. Но, к сожалению, сегодня мы понимаем, что им надо больше оказывать помощь на дому. И в этом в основном заключается о них забота. В обеспечении денежном проблем нет, потому что государство наше уделяет большое внимание этому. Поэтому сегодня остается нам смотреть, как они живут, не забывать их ежедневно, потому что они требуют сегодня ежедневно заботы и помощи. Парад Победы в Москве состоялся 24 июня 1945 года. Тогда его зрителями стали тысячи людей, которые, несмотря на дождь, продолжали оставаться на Красной площади в ожидании действа. 9 мая 2018 года на улице теплое весеннее солнце, которое в буквальном смысле символизирует, да здравствует еще одна мирная победная весна. Была война, а мы пришли живыми, чтобы в новую жизнь сеять семена. Вот эти семена мы посеяли. Молодежь взрастила, новое поколение взрастили их. Хороший урожай собрали. И теперь имеем то, что имеем. Прекрасный город, прекрасные наши веси на Брещене. Брещене славится уходом за землей, уходом за городскими улицами. И мы рады, что... Знамя Победы, Брестский крепость и герой! А сердце вспоминает то, что было с болью, иногда со слезами, но иногда радостно. Это праздник двойной. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.